Здравствуйте, друзья! В канун моего дня рождения мне предложили поделиться своим взглядом на боевые искусства, ну и в первую очередь на русское боевое искусство. Мне очень хотелось, честно говоря, много времени уделять моей скромной персоне, но что делать? Мой путь к русскому боевому искусству был на самом деле достаточно прост. Когда в первый раз 33 года назад я познакомился с русским боевым искусством, сразу стало понятно, что это мое и на всю жизнь. Правда, этому предшествовало более 10 лет занятий другими боевыми искусствами. С 12 лет бокс, с 15 лет каратэ. Одна из первых в СССР школ в Центральном спортивном клубе армии. Тогда это было еще в диковинку махать ногами. Интересный случай произошел в то время. Годика через два занятий каратэ захотелось проверить его эффективность в драке. Ну, кажется, случай сразу представился. Ну и что вы думаете? Естественно, в реальной драке все эти прыжки, стойки, все это из головы вылетело и началась обычная драка. Ну и здесь огромная благодарность боксу, конечно, он очень помог. Потом изучал еще одну школу каратэ в Адорио. Лет 18 уже начал тренировать своих друзей. После запрета каратэ в СССР стали заниматься прикладным рукопашным боем, боевым самбо. Ну, как и большинство подростков в СССР играл в футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, бадминтон, теннис и так далее. Компьютеров тогда не было. Вот. И когда появились первые китайские боевые искусства, первые фильмы с Джеки Чаном, стало модным заниматься кунг-фу, шу. Ну, попробовал себя и в этом. Но в то же время постоянно чего-то не хватало. И вот когда я стал заниматься узким боевым искусством, вот тогда именно стало понятно, чего не хватало. Помните такое выражение? Нельзя два раза войти в одну и ту же воду. Так и в жизни. Каждая ситуация, она уникальна, неповторима и никакой прием, как шаблон, не будет на сто процентов соответствовать ей. И это даже небольшая погрешность может стоить жизни. В русском боевом искусстве нет приема, а есть принципы. Такие как движение без напряжения, непрерывное движение, наполненное движение, целостность, использование силы противника, то, что из любой ситуации есть выход, вместо стоек, естественное положение тела. Ну и, конечно, огромное внимание удивляется дыханию. Мы можем не есть, не пить, но вот не дышать не можем. И очень важно, конечно, внутреннее состояние, спокойствие, отсутствие страхов. Здесь можно знать тысячи приемов, но в нужный момент либо поторопиться, либо испугаться. Ну и здесь, конечно, огромная благодарность моему первому наставнику в русских боевых искусствах Бутову Валерию Ивановичу, с которым мы до сих пор дружим. Ну, в целом, я у него занимался около 20 лет, наверное. В те времена мы изучали акупунктуру, меридианы, энергетику тела. Лес 16 мне удалось познакомиться с йогой, медитациями, занимался экстрасенсорикой. В этом мне очень помог брат отца, очень интересный человек, многолетний руководитель туристического клуба города Новороссийск. И мой интерес к истории, возникший еще в детстве, с 12 лет я посещал исторический кружок в школе, получил первое практическое применение. С дядей мы пешком прошли все Черноморское побережье Краснодарского края, изучая в том числе древнейшие сооружения, дольмены. Побывали на месте школы, которую на свои деньги для обучения детей казаков построил мой прадед. Там родился мой дед Лев. Тогда еще здания школы под огромным дубом были целыми. Этот интерес к истинной истории сохранился на всю жизнь. Прочитанный, наверное, сотни книг. Лично залезал внутрь пирамид, посещал древние города, мегалитические сооружения в Крыму, Сибири, Греции, Турции. Удалось побывать в Индии, на Тибете, в Юго-Восточной Азии, в других интересных местах. В том числе ознакомился и с боевыми искусствами этих стран, оздоровительными духовными практиками. И в результате изученной информации, на основании уже собственного опыта и других способов получения знания, сформировалось определенное представление об истории нашей цивилизации и о путях ее развития. И, надеюсь, удастся поделиться этими знаниями и с вами в наших беседах. Ну и вернемся к русскому боевому искусству. В начале 90-х годов прошлого века начался подъем русского боевого искусства. Проводились фестивали, где можно было познакомиться с разными стилями. От деревенских, военных Кадочникова до дворянских, князь Голицын. В конце 90-х годов познакомился со школой Рябко Михаила и несколько лет занимался у него. Ну и потом более 10 лет изучал различные стили русского боевого искусства, ну в том числе и прикладные. Конец света в 2012 году не состоялся. И с 2013 года знания, до этого скрытые, начали проявляться во всех сферах жизни. Не обошло это и боевое искусство. Начиная с 2012 года, весь 2013 год, Рябко Михаил Васильевич ежемесячно проводил семинары, на которых была подробно показана внутренняя работа. Огромная, конечно, ему за это благодарность. Именно в эти годы сформировалась новая или внутренняя школа системы. Ну элементы, которые, конечно, демонстрировались и раньше. Ну никогда не забуду интересный случай, который произошел в это время. На одном из семинаров мы ходили по залу с дыханием и молитвой в такс шагов достаточно долго. Многие стали уже отвлекаться, разговаривать. Минут через 20-30 я ощутил необычное состояние. Ну, до этого мне приходилось бывать в различных измененных состояниях сознания. Там по раскаленным углям ходил, например. Ну и на малый вопрос, что это было, Михаил так просто ответил, слегка повернув голову. Да это святой дух. А ты думал, что эти драчки главные, что ли? Ну давайте на чистоту. В условиях современной жизни занятия боевыми искусствами – это все-таки мужские забавы. Ну если только это не требуется в работе. Тем более в условиях современного боя. Ну в спецназе есть такая история. Чтобы вступить в рукопашный бой, боец спецназа должен потерять на поле боя автомат, пистолет, нож, поясной ремень, лопатку, бронежилет, каску. Найти ровную площадку, на которой не валяется ни одного камня. Потом найти такого уже раздолбая и ступить с ним в рукопашную схватку. Ну так, в общем-то, я пришел к четкому пониманию первичности духа по отношению к телу. В 2014 году в моей жизни появился еще один человек, который, будучи очень скромным, не любя, чтобы его упоминали, но благодаря которому моя жизнь окончательно изменилась, зашло ему глубокую благодарность. И в результате моем многолетним увлечением массажными и лечебными практиками обрело уже смысл и наполнилось совсем другим содержанием, приобретя уже черты, наверное, лекарства. Изменился взгляд и на мир, на боевые искусства в целом. Пришло понимание важности не только силы духа, но и душевности. Именно восприятие мира душой через сердце, а не умом, позволяет перейти из мира борьбы, справедливости в мир единства, равенства и гармонии. Давайте разберемся, что это означает на практике. Есть такой принцип, что внутри, то и снаружи. Если внутри у вас сила, агрессия, желание побеждать, то и в жизни вы будете бороться, драться, доказывать свою правоту. Но всегда найдется кто-то сильнее или умнее вас. А если внутри у вас спокойствие, принятие, благодарность, то есть снаружи все будет в балансе и гармонии. Настоящий мастер не тот, кто всех побеждает, а на которого никто не нападает. И занятие единоборствами приобрело совсем другой смысл. В ходе занятий, вместо отработки приемов, учишься уже сохранять состояние. Вместо борьбы учишься принимать силу, управлять ей. Делая удар, учишься не наносить вред, а выводить из партнера напряжение, помогая ему. И вот эта трансформация восприятия мира привела к пониманию необходимости обобщения всех знаний в методику, позволяющую соединить силу духа, энергию души и разум воедино. Так начала складываться методика по физическому, творческому и духовному развитию человека. Познай себя. Включающее три основных раздела. Это правка, здраво и ладка. О ней мы более подробно поговорим в следующий раз. А сейчас в добавление к проводимому в Москве регулярным тренировкам по единоборствам, оздоровлению, беседам, семинарам по духовному развитию, индивидуальным занятиям, лечебные правки, зарубежным семинарам. Мы еще организуем онлайн занятия по всем этим направлениям. Следите за новостями в Инстаграм, кстати, подписывайтесь на него, в Фейсбуке. Все контакты будут ниже указаны. Начинаем в ближайшее время. Ну и, конечно, будем рады вашим вопросам по философии, ну и технике, конечно, единоборств. До новых встреч. Благодарю вас всех. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok